Здравствуйте, уважаемые любители аквариума! Этим видео я открываю новый плейлист, который будет посвящен удобрениям для аквариумных растений. Тема эта довольно емкая, тема эта довольно сложная и в то же время довольно простая. Сложная она потому, что удобрения для аквариумных растений состоят из целого комплекса элементов, таких как макроэлементы, микроэлементы, железо и так далее. Также эта тема сложна тем, что эти элементы должны вноситься в аквариум в определенном количестве. Это первое. И второе, что на мой взгляд самое важное, это то, что эти элементы должны быть сбалансированы между собой и вноситься в аквариум в определенном соотношении друг с другом. То есть должны соблюдаться определенные пропорции. Это вызывает наибольшую сложность. И именно из-за таких перекосов в аквариуме возникает процентов 90 всех проблем, таких как водоросли и все из этого вытекающее. На мой взгляд, тема удобрений даже сложнее, чем тема освещения. Со светом все более-менее просто. Фотоны есть фотоны. То есть поставили лампы. Главное, чтобы света было достаточно. Здесь еще можно провести какие-то эксперименты со спектрами ламп. Но тем не менее, в теме света все более-менее понятно. Также тема удобрений достаточно проста. Потому что если вы поймете, какие процессы происходят в вашем аквариуме, если вы научитесь определять, что нужно вашим растениям, то тогда вы сможете, ориентируясь на состояние ваших растений, понимать, каких элементов им не хватает, каких элементов вносятся с избытком. И по состоянию ваших растений вы научитесь принимать определенные решения и вносить изменения в график внесения удобрений. А как с этим разобраться, как научиться делать все правильно, мы с вами будем говорить в этом плейлисте. Возможно, я кого-то огорчу тем, что в этом плейлисте не будет видео про то, как делать удобрения самостоятельно. Ну, здесь нужно сказать, что на самодельных удобрениях мои растения не росли, а просто выживали. Монте-Карло напрочь отказывался расти. Я вам покажу фотографии, как выглядели растения на так называемых самомесах. Микро я даже и не пытался делать, потому что в домашних условиях его сделать просто нереально. Для этого нужны очень точные лабораторные весы. В противном случае есть большой шанс просто потравить растения. Но, тем не менее, в этом плейлисте будет что посмотреть. Здесь я расскажу, какими удобрениями пользуюсь я. Их мне посоветовали люди, которые занимаются выращиванием аквариумных растений. Здесь будут видео про то, как выглядит нехватка макроэлементов. У меня уже есть отснятые видео про то, как выглядит передозировка по калию, передозировка по макроэлементам. Есть отдельное видео, как выглядит передозировка по фосфору. Очень, конечно, тяжелые последствия. После этого были очень болезненно, отреагировали растения именно на передоз по фосфору. Также уже есть отснятое видео, как выглядит нехватка микроэлементов. Все это вы сможете посмотреть, увидеть на тех растениях, которые присутствуют в этом аквариуме. Я надеюсь, что эти видео для вас будут интересны и чем-то будут познавательны. И еще один такой момент, раз это видео про удобрения, я хочу вам показать один из кустов криптокарины Нури. Вот такой кустик криптокарины Нури. Здесь можно видеть, что она начала цвести. Она начала выбрасывать бутон. Можете почитать в интернете информацию. Это довольно редкое явление, чтобы криптокарина Нури цвела под водой. В основном добиваются цветения в теплицах. Но, тем не менее, вот у меня это произошло. У меня два куста этого растения. Одно чуть ниже, здесь растет возле камня. И второй куст чуть выше, на коряге. Сейчас я поставлю камеру на место, и мы с вами продолжим. Продолжаем. Также в этом плейлисте я сделаю обзор по тем удобрениям, которые я использую. Я расскажу, в каких количествах и в каких пропорциях я их вношу. Ну, а для того, чтобы это видео не было таким скучным, я вам покажу, что будет, если не вносить удобрения в аквариум. Смотрим. Вот тут и так сейчас проблемы с нитчаткой. Она просто прет. Вот у меня стояло 4 лампы. 4 лампы по 18 ватт. Это получается 0,7 ватта на литр. Объем у меня 120 литров. И вот что у меня получилось. Ее у меня в жизни не было. Это просто капец. Вот и хинодорус тоже весь мохнатый. Это жесть. Вот на листьях начали появляться коричневые пятна. Плюс на листьях точки ксенокока. Особенно это видно в водных и на дорусах. Ой, на анубиасах. Ксенокок полностью его атаковал. Просто полностью. А на немфеях, как ни странно, никакого ксенокока нет. Но зато нитчатка есть. Немного, конечно, но есть. И задняя стенка аквариума тоже вся в ксенококе. Напрочь. Поэтому световой поток надо делать меньше. Я оставлю две лампы. А две лампы уберу. Попробуем побороть нитчатку. Потому что это совсем плохо. Да, господа, такое тоже бывает. Вы видели, что это все происходило в моем аквариуме. На тот момент мне эта проблема оказалась нерешаемой. Но, тем не менее, я не опустил руки. Я начал искать информацию. Я перелопатил очень много разного материала. Но, тем не менее, я нашел из этой ситуации выход. И что из этого получилось, вы сами можете видеть. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас тоже все получалось, смотрите видео в этом плейлисте. И вместе с вами мы сделаем так, чтобы ваши растения росли и чувствовали себя хорошо. А то, что касается этого видео, если у вас появились вопросы, вы можете задавать их в комментариях. Подписывайтесь на мой канал. А я на этом буду заканчивать. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok